Миша привет привет Оля спасибо огромное за приглашение ты знаешь я люблю хрущевки я люблю Вот эти стандартные планировки в их необычном прочтении а у тебя такая очень интересная квартира в двух словах где мы мы находимся в городе Тюмень это историческая часть города хрущевка по моему 53 года постройки две комнаты 45 квадратных метров предвижу вопрос потолки 2 и 6 по моему да начнем по традиции с кухни и но она у тебя примечательная ведь ты же активный пользователь кухни да я несмотря на то что активную пользователь кухня на самом деле не настолько примечательна как мне хотелось бы но у меня есть свои критерии для кухни и вот эта кухня которая мне досталась прежде владельца она не очень им отвечает прямо скажем кухня для меня это очень важный элемент моей квартиры поскольку я готовлю очень много я в свое время работал поваром я веду кулинарный блог в инстаграм поэтому эта кухня это фактически мое рабочее место на текущий момент пойдем посмотрим это же важно да вот вот ты нам сейчас про эргономику и расскажешь где хорошо где плохо моя кухня она объединена с гостиной и это было в общем-то важным условием при поиске квартиры потому что ко мне приходят гости я очень часто готовлю и мне хотелось бы в этот момент быть с ними вместе отдельная кухня это бы не давала это возможности поэтому когда мои гости находятся на диване я с ними беседую готовлю здесь так кухня стандартная для хрущевки переделку сразу скажу делал не я переделку делал прежний хозяин квартиру я купил уже со всеми сломанными стенами кухня была стандартная какая-то из леруа мерлен с белыми глянцами фасадами отмываются сразу скажу отмывается влажная тряпочка всегда при готовке со мной поэтому проблем у меня не возникает а черный фартук твой черный фартук нет кухня полностью была здесь не было только бытовой техники посудомоечной машины холодильника и духовки все остальное было включая варочную панель черный фартук ну скажем так гигиенического меня устраивает мне не нравится вот эти вот углы понимаешь да вот эти стандартные но когда я буду менять кухню я все это реализую по своим требованиям сейчас давай тогда что неудобно вот прям что тебе прям не нравится как лучше не делать мне не нравится как расположен кран потому что ему не очень удобный доступ нужно прям в этот угол вставать удобно когда к нему доступ напрямую фронтально да то есть я бы это переделала но у меня иначе пока не получается реализовать поскольку у меня там где я хотел бы подходить к раковине у меня посудомоечная машина знаешь то что ты ее вместил уже в готовую кухню это тоже большого дорогого стоит так что да я просто пожертвовал одним шкафчиком с выдвижными ящиками в принципе он был не очень функционален там были какие-то столовые приборы я его убрал столовые приборы переложил покажу как я это сделал но зато теперь это прям главная покупка моей кухне я много готовлю и я два раза в день мою миш вот это этажерка на окне да ну такое знаешь не всегда не везде увидишь это ты поставил и вообще почему она здесь да это я поставил это этажерка купленная где-то на зоне она у меня была в прежней квартире в арендованной и говоря функцию полочки которая стала на полу здесь у меня стояли специи масла там какие-то соусы в этой квартире во первых я сознательно отказался от штор в кухне потому что необходимости в этом нет поскольку окон напротив никаких нет у меня парковая зона и вот эта стойка она очень удобно на подоконнике специи в зоне доступа глаз когда ты много готовишь что тебе надо чтобы все было это под рукой да 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 все верно круто когда я убрал шкафчик в кухне в котором хранили столовые приборы я сделал вот такую реализацию этого меня в принципе на текущий момент устраивает и все это хранится вот под этой вот полочкой вообще подоконник у меня фактически выполняет такую роль одной из поверхностей рабочих я здесь не ставлю цветочки у меня стоят контейнеры со столовыми приборами с тем чем я работаю целый день не разделено на металл пластик и дерево плюс разделочные сервировочные доски у меня здесь фактически в какой-то момент я могу даже для приготовления использовать его а вот у тебя я смотрю холодильник сохранен вот этот хрущевский до уличный да да все верно но насколько я знаю здесь вообще была батарея отопления но прежний хозяин ее убрал поскольку достаточно теплая квартира я сделал дверки жалюзийные шторки из леруа и у меня осталось вот пакса икеевского 1 ручка я ее сюда прикрутил здесь у меня такое хранение продуктов консервация класс такие макароны в общем удобно бакалея бакалея да привет с моей легкой руки уже несколько человек отучились на дизайнера процесс это не быстрый и я очень рада что я помогаю людям находить свое предназначение я вам часто показываю разные возможности для обучения и сегодня у меня для вас очень интересный вариант контент это площадка с которой я знакома несколько лет это прямой путь в дизайн ребята делают все по уму сейчас они запустили свой первый фундаментальный курс дизайнер жилых и коммерческих интерьеров который длится 18 месяцев я уверена что всегда стоит начинать изучение с базы тут она замечательно это и история дизайна и колористика и история стилей но обучение это не только красоте ну конечно о функциональности вас научат читать и делать чертежи и работать с полным комплектом документации по итогам обучения у вас сформируется портфолио сразу из пяти готовых проектов два из них по брифу заказчика пожилому и коммерческому пространству и плюс один проект в рамках стажировки которая проходит формате онлайн и доступна для всех студентов зарплата начинающего дизайнера от 60000 рублей профессионал с опытом три года зарабатывает в районе 150 в москве ну а дальше верхняя планка совершенно не ограничена если вы работаете сами на себя становитесь дизайнером интерьеров разрабатывайте свой авторский стиль несите его в массы и делайте мир вокруг вас прекраснее по промокоду как живут другие можно получить скидку переходите по ссылке внизу и изучайте все условия еще одна рабочая поверхность на моей кухне это стол остров у меня выполняет функцию и хранения здесь у меня все кастрюли какие-то миски и сковородки крышки он же является обеденным столом удобно да с другой стороны человек очень удобно и с ногами вот я тоже обратила на это внимание с обратной стороны можно с ногами но когда приходят гости я сюда ставлю два стула резервных и в принципе боком можно сидеть достаточно комфортно общаться а вот знаешь у меня вопрос вот между холодильником и столом довольно узкий проход тебе хватает этого нет я как раз измерял я измерял я потом расскажу историю с этим столом здесь по моему сантиметров 60 мне достаточно я компактный и еще у меня холодильник открывается здесь есть такие силиконовые упоры из леруа то есть прикольно ты их поставил да нет не отбиваем предусмотрел да я знал что это будет у меня смотри к вопрос почему вот эти жалюзини и дверцы из леруа вверх решеткой на самом деле там просто решение я их поставил перед новым годом и решил да в качестве иллюминации вставить гирлянду я в итоге так оставил это у меня на постоянной основе но принципиального кого-то нет решения свет можно поменять но еще да еще расскажу почему на самом деле в таком формате можно будет какими-то деревянными прищепками вешать какие-то открытки картинки рецепты в общем что-то там на злобу дня и вот знаешь я когда смотрела фотки твоей квартиры я про этот стол все никак от тебя не отвяжусь было бы прикольно если бы он был на колесиках потому что мне кажется если бы он мог поворачиваться тебе бы было двигать когда никого нет я когда его заказывал я другую попросил реализацию сделать это подкручивающиеся внизу ножек такие конструкции которые позволяют выравнивать в уровень мне этого достаточно стол достаточно тяжелый но в принципе вдвоем его можно развернуть и у меня нет необходимости перемещать мне было очень важно чтобы стол был островом то есть я за ним готовлю за ним принимаю гостей провожу гастро-ужины здесь мне нужно было что-то высокий стол в общем я нашел его на икее он стоил по моему 30 тысяч в том году я решил поискать может быть кто-то в тюмени сможет изготовить этот стол дешевле но в тюмени мне посчитали от 40 до 60 тысяч этот стол и тут я вспомнил что многие герои твои особенно в живущей москве говорят о том что они находят что-то в регионах на заказ и это стоит дешевле я подумал что возле тюмени какие-то регионы и тут мне в instagram всплела контекстная реклама мастерской из кургана которая призывает подобную мебель я написал ребятам они посчитали мне этот стол в 24 тысячи плюс была скидка за то что делают публикацию рекламную и в итоге за этот стол с поверхностью из лиственницы отдал 12 тысяч рублей кайф ну круто я очень доволен прикольный зеленый этот цвет и то что комод с диваном перекликается интересно смотрится сам покрасил нет красивая здесь только зеркало сам все остальное уже в готовом варианте изначально для меня было важно чтобы гостиная была именно гостиной такого формата лобби бара может быть не было ощущение вот этого зала где у стены диван напротив телевизор и ты там сидишь вечером новости смотришь это прям главная комната моей квартиры я здесь люблю принимать гостей у меня диван кресло журнальный столик и все это используется мы здесь пьем кофе там мы ужинаем в общем и диван должен был быть интерьерным я изначально хотел чтобы он у меня стоял не у стены а в проходе чтоб можно было с обратной стороны с фронта пройти это прям было важно для меня поэтому вот эта планировка с убранными стенами с проходом за дивана я ее искал то есть все как спланировано в квартире я под мой под мои параметры знаешь это удачное решение для хрущевки потому что ну стена узкий коридор в котором ничего не разместите здесь эти не функционально открыто пространство зонировано правильно и вот пожалуйста тебе все равно комната есть ну давай похвали нам или поругать его нам же интерес диван до диван это хов в принципе я доволен я хочу сказать что вот это покрытие велюровая она идеально очищается но на мой взгляд достаточно провести влажной тряпкой либо если какие-то загрязнения то есть специальные пены для чистки прямо на месте но если уж что-то сильно загрязняется можно вызвать чистку диваном я доволен диван раскладывается в полноценное спальное место двуспальная длиной по моему 2 10 или 2 30 то есть комфортно три человека размещаются глубина мне его очень удобно то есть он и не узкий и не широкий прям удобно развалиться но поругаю немножко поругаю до производитель почему-то сэкономил на обивке и вот эта часть она да с каким-то дождь не убрать но ну да а в целом мне очень нравится зеленая тумба я ее давно уже на сайте икея присмотрел и у друзей у друзей увидел заказал ее сугубо для того чтобы хранить тарелки которые я для съемки много использую ну и отсюда родилась уже идея с телевизором телевизор и в принципе не хотел в этой квартире иметь телевизор не смотрю но подумал что будет удачно здесь он не является центром комнаты поэтому меня устраивает так а смотри ты как обладатель просто кучей красивого декора назови мне сейчас три лучших магазином по твоему мнению где можно купить вот такую вот декоративную посуду для красоты а декоративно посуда авито вообще какие-то антиквартные магазины и есть такая сеть магазинов фамилия где постоянно распродажа там очень много мебели и посуды какой-то штучный прям то есть можно купить одну тарелку красивую для съемки можно купить какие-то предметы интерьера говорят свете во-первых у тебя очень грамотно все подобранного вторых конечно мы должны поговорить про эти кресла которые сразу для взгляд они такие сочные казалось бы значит если бы я пришла в магазин и такая какие кресла бы мне купить я бы вряд ли посмотрела на эти синие но они здесь так писались я причем расскажу что было основоположником этого всего интерьера цветового решениями на кресло мне достались от моего приятеля по моему это итальянский бренд корнелл модель называется эрос она достаточно такая популярная была активный синий цвет казалось бы да и металлические ножки и пластик но он очень-очень комфортный в использовании это кресло то есть туда садишься я причем для гостей положил подушки от дивана но при необходимости их можно убирать кресло удобно и они у меня стояли на даче у родителей и лет шесть наверное и в тот момент когда я купил эту квартиру я о них вспомнил попросил родителей отправить потому что это в другом городе находится и они прям удачно в сказали я всегда хотел чтобы у меня в квартире было какое-то искусство и в общем первым таким экспонатом стала вот эта картина это нарисовал мой друг это была его проба и она мне очень понравилась она у меня была в прежней квартире и в целом но не ни во что не вписывалась вернее квартира не вписывалась это была хрущевка арендованная с обычным ремонтом что я из нее взял я изначально хотел чтобы у меня в квартире были белые стены и по максимуму белая мебель вот шкафы должны быть белыми объясню почему не видно пространство расширяется шкафы вроде бы есть но их не видно уважаемые зрители кто хочет сделать себе white box смотрите внимательно за тем чтобы ваш цвет стен совпадал с цветом мебели цветом розеток потому что это самая сложность белого опасно которое все портит если они все разные будет нехорошо до ночи белый цвет стены взял отсюда и вот эти вот три активных цвета черный синий красный они и стали основоположниками интерьера если ты посмотришь у меня красная консоль она перекликается с картиной ну и сюда же вписался зеленый как контур цвета и да но все последние синие кресло пошли вот сюда и без этого они бы не так смотрелись сюда пошли ну в общем а зеленый он просто был продиктован диваном с активным цветом таким изобрудным он мне понравился и от него пошел остальной зеленый цвет я думал будет перебор но вот сейчас прям я чувствую тот максимум зеленого я его оставлю про есть расскажи про ковер потому что он тоже ракове он тоже писался по гамме это вискоза ковер это удачная находка с авито я вообще искал какой-нибудь ковер старый и увидел этот ковер он стоил 500 рублей женщина которая мне его отдавала спросила недорого ли это я удостоверился что да она действительно готова его дать за 500 рублей я его взял я понимал что ковер какой-то наверное непростой поэтому в тот же вечер я его сфотографировал в гугле по картинке нашел и нашел какой-то аккаунт в инстаграме аккаунт был по моему турецкий я с ребятами списался оказалось что это по моему иранский какой-то мануфактура ковров плюшевых таких они собирают сейчас по всему миру реставрируют придают им там цвет что-то стирают и продают стоимость этого ковра на текущий момент порядка 1000 евро он скорее для стены но мне он нравится именно в этом формате когда мне приходят гости пьют кофе и вот этот восточный какой-то узор да классно да 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 а вот знаешь еще я у тебя приглядела на столе хрусталь это тоже авито нет это не авито вообще когда началась пандемия и мы все сидели дома очень стали популярны вот эти вот прямые эфиры сдвоенные я стал смотреть эфир геннадий языкович сады и татьяна поляковой не был мне была такая серия по моему шампанское по вторникам называлась они всегда пили шампанское и выбирали какую-то тему и часто темами был фарфор это был старый советский фарфор я нашел такие мануфактуры как дулёва лтз в общем ну там еще какие-то дулёва мне больше всего понравилось за то что там много ручной росписи тонкая работа большая история бренда я стал на авито покупайте вот этот фарфор у каких-то бабушек и о хрустале для меня важно было чтобы в квартире были какие-то прям исторические вещи и я за то чтобы вещам давали вторую жизнь поэтому я купил вот эту вот вазу хрустальную я думаю что это советский хрусталь с латунной такой да 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 я поэтому и спросила и в этом антикварном магазине была еще одна ваза которая мне очень хотелось и буквально перед новым годом я пришел и она меня ждала это вот эта ваза из барной зоны я пока не знаю как ее применять но она в принципе красиво сама по себе можно использовать подлёд для гостей она такого эффекта гэтсби передает мне нравится да 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 какой-то момент у меня возникла необходимость потому что было много разных бутылок с алкоголем где-то их хранить ну хранить как-то интерьер на чтоб не может было подойти я на сайте икея нашел столик вот этот стандартный круглый но он появился в зеленом цвете временно и он действительно временно и как только он появился я его заказал а здесь же также что антикварные которые из хрусталя для гостей да под какие-то под виски например я не пью виски но вот для гостей я наливаю это красиво просто мне нравится эстетика в подаче я поскольку готовлю я сервирую всегда стол например даже если в середине дня один пью кофе то я всегда выбираю какую-то чайную кофейную пару и все мои гости всегда сами выбирают всю посуду на этом у меня такое правило про про то чтобы поймать момент и насладиться им вот поля за красивой посуды медленно выпить эту чашечку кофе да это очень круто стакан воды всегда кофе я сажусь на диван прям время останавливаю сервирую и наслаждаюсь для меня важно еще мне мне было это прямо была такая моя идея давняя мне всегда хотелось чтобы у посуды у хрусталяю фарфора было открытое хранение интерьер на витринное поэтому я купил опять же в белом цвете в икея то есть он как бы есть на его незаметно у меня здесь фарфор и стекло я активно этим пользуюсь и это красиво поэтому мои гости это видят это украшает мою квартиру я считаю у тебя еще есть великолепное зеркало наличник а это который в который вставлено зеркало нет немножко не так это очень похоже на наличник это очень похоже на тюменские наличники в старых особняках и это моя вообще мечта в следующем ремонте может быть за получить такой наличник и сделать из него зеркало но это это винтаж это не антиквариат это думаю 50-е годы мои друзья обнаружили это в старом доме тюмени его выбросили он хранился в подъезде длительное время они позвонили отправили фотографию я за ним пришел забрал я его просто ошкурил от лака старого и нанес грифельную краску из леруа ремонт крем ремонт зеркала обошелся наверное рублей в 500 но это такая штука я не пользуюсь как зеркалом то есть я в него не смотрюсь там не поправляю рубашку он просто красив он расширяет пространство и мои гости в нем до обычно фотографируются то есть это такая забава для гостей ну что оля спальня или ванна пойдем смотреть ванна предыдущий хозяин сделать перепланировку небольшую он выдвинул стену ванны в гостиную порядка 20 сантиметров что позволило разместить ванну размером метр семьдесят и очень круто да здесь было полтора метра какая-то ванна небольшая теперь она стандартная и машинка соответственно в эту нишу немножко поместилась получился большой проход машинка сушкой здесь все закрыто к сожалению машинка без сушки я да я предвидел я смотрел сушкой но консультанты меня уверили в том что нужно брать отдельно комбинированные эти все схемы они не очень работают первое а второе сушка на права и вроде как очень много воды расходует но вообще я я сейчас склоняюсь к сушке я бы может быть наверху поставил вместо вот этой стойки вопрос времени так у тебя такое мужское хранение не заморачиваешься ты за закрытые полочки да нет у меня вот прям какой я искал минималистично вообще весь мой интерьер достаточно минималистичные вот какие-то вещи ванна кухня они утилитарные поэтому здесь у меня самый простой шкафчик из леруа единственно что мне на мастера сделали две розетки снизу потому что у меня ирригатор подключается ну может быть кому-то нужен будет фен вот какие такие вещи там удобненько да да и здесь у меня зеркало для бритья но ванна уходит и киевскую так а ты еще сказал что закрыта снизу там как-то закрыта особенно да нет здесь закрыта прям снизу под ванной то есть нет открывающийся экрана я понимаю что это скорее всего по технике безопасности не очень будет случае какого-то ремонта требующегося поэтому возможно в дальнейшем я попрошу это демонтировать и сделать какую-то систему открывающуюся потому что я не знаю что там я не могу туда добраться но если время придет знаешь да 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 смотри у меня вопрос пока что мы не встретили ни одного большого шкафа а места хранения в небольшой квартире все-таки это важный момент да у меня очень много вещей очень много вещей обуви мне нужно было как-то разместить в коридоре у меня поскольку это хрущевка коридор мы понимаем маленький метр на метр у меня был вопрос как мне разместить здесь какую-то систему хранения но чтобы она не съедала пространство опять же на помощь мне пришла икея это металлическая система хранения она без стенок достаточно прозрачная здесь я могу разместить и верхнюю одежду и обувь ну летом я в принципе незаметно что здесь висит какая-то ветровка максимум и это не все системы хранения понятно что у меня очень много вещей там обувь куда-то нужно размещать система хранения у меня в спальне размещена система хранения идея была точно такая же как и со стенами то есть это должны были быть белые шкафы нейтральные без каких-то декоративных элементов абсолютно без речи без планочек без зеркал с незаметными ручками поэтому я купил пакс всеми известны пакса такие у меня три шкафа это два метровых и один полметровый но высота у них стандартная по-моему 250 я уже не помню фасады самые простые здесь вопрос был не в экономии а именно в нейтральность его потому что были варианты глянцевые были с какими-то вырубками мне нужно было просто чистый альбомный лист ручки я выбрал самые простые с одной стороны одна дверка с ручкой мне этого достаточно а вот вход в эту комнату тут и был потому что обычно живо хрущевка входом около окна вход был возле окна и когда я сюда заехал там было там был двиной дверной проем я уже рассматривал какие-то двери какую можно дверь сделать а вот этот проем он предполагался подстроенный шкаф со стороны гостиной то здесь нужно было какие-то полочки сделать дверки я уже начал это подбирать и в какой-то момент я понял что мне не нужна дверь во первых гостиной то есть эта стена должна быть функциональной во вторых мне в принципе нет кого изолировать спальню и делать с глухой дверью мне тоже не надо я решил оставить этот проем в качестве входа в спальню и здесь у меня нет стены но из гостиной этого незаметно из гостины мы видим белую дверь нейтрального шкафа и непонятно очень классно до меня от квартиры сразу совершенно какое-то другое как будто знаешь так по европейски вот этот большой и ощущаешь что это большая да 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 для меня она достаточно большая то есть я сейчас бы немножко по-другому сделал если бы я был на этапе переноса стен ну и возможно в ремонте в следующем я реализую спальня очень большая за счет того что она увеличена в ширину гостины на 30 сантиметров стена перенесена ну хрущевка стены несущей поэтому их можно как пазл вот ну с другой стороны смотри какая она у тебя комфортно можно с любой стороны подойти к кровати как бы воздух да есть но опять же я в спальне нахожусь буквально для сна даже окно я всегда закрывая шторм и blackout то есть мне не нужен здесь свет и от этого исходит моя идея в следующей переделки спальня без окна я бы вот в этой части разместил а здесь бы у меня была столовая зона и вместе со всей квартирой с демонтажом стены получилось бы анфилада которая мне нравится из трех окон то есть у меня бы кухня гостиная и столовая зона были а спальня на просто закрыта да но я думаю что в следующем ремонте я здесь это сделаю расскажи про акцентную стену да вроде бы как такое простое по исполнению решения но выглядит круто это индийское покрывало по моему это в раджастане делают это их техника зеркалами вообще у меня очень много с индии перекликается потому что я на протяжении 10 лет ежегодно улетал туда там на месяц на полтора путешествовал очень много чего привозил там специи продукты предметы интерьера это решение было у меня еще в квартире в родительской в которой жил у меня всегда это висело за изголовьем кровати поскольку и я сейчас живу в неродном городе и квартира как бы не очень родная наверное я привнес вот этот элемент своей квартиры путем этого же решения да я привез это индийское покрывало и индийское покрывало на кровати я причем очень интересно когда я в деле был в музее в доме музея индиры ганди у нее на кровати точно такой же покрывало лежала в котором с этими вырубками я я купил такое да а вообще у меня очень минималистично у меня вот вместо прикрывать на столика у меня табурет икея достаточно чтобы положить книжку и все что мне нужно а вот расскажи нам про этот шкаф тоже который так удачно знаешь строился так спрятался у тебя вообще действительно так минималистично все сделано хотя вообще много вещей много но и поскольку площадь всего 45 метров мне хотелось чтобы это можно было это скрыть до незаметно маленькую площадь поэтому мебель как искал белая это били икея по моему 70-х годов опускается прям самый классический книжный шкаф но пока я не все книги перевез поэтому мне его достаточно в будущем я думаю я еще один приобрету я принципе очень много путешествовал по долгу в основном это была азия я вместо магнитиков открыточек привожу вот кулинарные книги я активно этим пользуюсь я готовлю там индийская кухня моя любимая всегда у меня здесь небольшой ковер я его тоже купил в индии и поскольку он у меня моей прежней квартире находился опять же он придает мне домашнего уюта я разместил в спальне все красиво бело все спрятано но где где пылесос сушилка что там у нас еще ведро на ведро видела в ванной под раковину и меню расскажу пылесос у меня спрятан за шторкой вот он и здесь же у меня сушилка не мешает потому что штор у меня весь день открыты на ночь закрыты больше я здесь ничего не делаю а ты слушаешь вещи у меня получается в спальне образовался фактически свой такой коридорчик небольшой гардеробный в этой зоне размещаю сушилку и она не мешает мне если приходят гости я могу убрать это в другую зону комнаты этого будет не видно у меня еще из гладильная доска и она у меня вот в таком виде шкафы ой таком нет она висит ну да но это шанс прям это какие-то 400 рублей это единственно что я нашел в таком формате если есть какие-то решения подобные более приличном виде буду рад здесь у меня хранение под верхнюю одежду здесь обувь ну и там какие-то еще там сумки здесь все что связано с плечиками я в какой-то момент решил что у меня будет на плечиках даже футболки висеть поэтому не каждая футболка на отдельных плечиках плечики мне все белые это опять же икея 3 копейки но не дают единую картину они одинаковые да и здесь какие-то там костюмы из моей прошлой банковской жизни я их законсервировал они там я пока не могу с ними расстаться хотя уже не работаю офисе но вот пусть будет вообще с паксами была проблема потому что летом здесь пандемии в икея было очень мало мебели все что было на сайте половина этого отсутствовала и в какой-то момент появился этот пакс и я прям по щелчку заказала мне это все привезли очень долго я жил прям сумками месяца два наверное михаил спасибо большое интересно рассказал причем прям внедрил в образ жизни как раз вот то что нравится мне когда квартира очень сильно отражает хозяина дай какой-нибудь совет нашим зрителям я думаю что он тебя будет интересным но у меня советы на моем опыте их наверное будет 3 уол да во-первых давайте всегда жизнь старым вещам обязательно особенными вещи какие-то из вашего детства обязательных не даете интерьер плюсик и на высовет до 2 совет касается размера мебели потому что особенно в старых домах хрущевках это связано с размером подъезда не вся мебель входит купленная уже причем и третий совет по текстилю очень долго я не мог понять почему у меня так много пыли образуется на полу я мою пол через час снова приходится вымыть оказалось что все дело в маленьком коврике хлопчатобумажном из ванной который дает очень много ворса я его заменила синтетические и вот к текстилю для квартиры нужно подходить тщательно такие ткани натурально они дают к сожалению очень много пыли спасибо тебе огромное такие крутые полезные советы ставим все лайк пишем ниже комментарии ну и оставляем ссылку на твой инстаграм поля спасибо что посетила мою квартиру